Беседа 2, 496, Римлянам 1, 8. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Начало приличное, блаженной души, достаточное для того, чтобы научить всех посвящать Богу начатке добрых дел и слов, и благодарить Его не только за свои успехи в добре, но и за успехи других, потому что это делает душу чистой от зависти и недоброжелательства. И привлекает на благодарных большее благоволение Божие. Потому Павел и в другом месте говорит, благословен Бога, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким благословением духовным. Исчисианам 1, 3. Благодарить же должны не только богатые, но и бедные, не здоровые только, но и больные, не одни благоденствующие, но и терпящие напасти. Нет ничего удивительного в благодарении тогда, когда дела наши направляются попутным ветром, но когда бывает сильная буря, корабль опрокидывается и находится в опасности. Тогда благодарность служит большим доказательством терпения и признательности. За такую благодарность Иоов был увенчан, загротил бесстыдные уста дьявола и ясно доказал, что во дни благополучия был благодарным не из выгод, но вследствие сильной любви своей к Богу. Смотри также, за что благодарит Павел. Не за земное и погибающее как-то власть, могущество и славу. Ведь это и не стоит ни одного слова, но за благо истинное, веру и дерзновение. И с каким расположением он благодарит, не сказал Бога, но Бога моего. Это делают и пророки, присвояя себе общее всем. И что удивительного, если так поступают пророки, сам Бог всегда явно делает это в отношении рабов своих, называя себя в частности Богом Авраама, Исаака и Иакова. Что вера ваша возвещается во всем мире. Итак, что же, неужели вся земля слышала о вере римлян? По словам Павла, вся. И в этом нет ничего неправдоподобного, ведь Рим был город немаловажным, и, будучи расположен как бы на некой вершине, был известен всем. Ты же обрати внимание на силу проповеди, как она в короткое время при посредстве мытарей и рыбаков покорила себе самую славу городов, и как мужи и сириане сделались учителями и наставниками римлян. Итак, Павел свидетельствует им о двояком успехе проповеди, о том, что римляне уверовали, и уверовали с таким дерзновением, что слава о них распространилась по всей земле. Он говорит, вера ваша возвещается во всем мире. Вера, а не словопрение, не состязание, не доказательство, хотя в Риме и было много препятствий учению. Римляне, недавно получив власть над вселенной, много думали о себе, жили богато и роскошно, а проповать принесли к ним рыбаки, иудеи. И от иудеев народа, ненавидимого и для всех презренного, и повелевали поклоняться распятому, воспитанному в иудеях. Эти учители вместе с учением внушали строгую жизнь таким людям, которые заботились об удовольствии и стремились только к настоящему. Притом проповедники были люди бедные. Простые, низкого происхождения и из незнатных. Но сила распятого была такова, что слово распространялось всюду. Возвещается, как говорит Павел, во всем мире. Он не сказал, объявляет, но возвещается. То есть для всех они, апостолы, служили предметом разговора. Свидетельствую об этом, и все соломики, и сам апостол превосокупляет и другое, сказав, «От вас пронеслось слово Божие», — прибавил. «Так что нам не нужно говорить что-либо». Там ученики стояли на степени учителей, смело всех наставляли и привлекали к себе. Проповедь нигде не останавливалась. Но быстрее огня обтекала всю вселенную. Здесь же только сказано, что возвещается. И хорошо апостол сказал. «Возвещается, показывает, что ничего не должно ни прибавлять к сказанному, ни убавлять, так как дело вестника — передать только то, что ему было сказано. Потому и священник называется вестником, ангелом, так как возвещает не свои слова, но пославшего». Конечно. И Петр проповедовал там, в Риме. Но Павел труды его считает заодно со своими. «Так много, как я сказал выше, был он свободен от всякой зависти». «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании сына его, что непрестанно воспоминаю о вас». 497. Конечно. Это изречение апостольского духа и сердца, выражение отеческой попечительности. Но что именно значат эти слова и для чего Павел призывает вас свидетели Бога? У него речь была о привязанности, а так как он еще не видел, римлян, то и призывает вас свидетельнее кого-либо из людей, но испытующего сердца. Сказав «люблю вас», он представил в доказательство то, что всегда молится и желает прийти к ним. Но так же и это для них не было ясно. Он прибегает к достоверному свидетельству. Может ли кто-нибудь из нас похвалиться, что, молясь дома, воспоминает о всех членах церкви? Не думаю. Но Павел не за один город, а за целую вселенную приносил молитвы Богу, и при том не раз, два или три, а непрестанно. А непрестанно носить кого-нибудь в памяти невозможно, не имея великой любви. Пойми отсюда, какой привязанности и любви свойственно иметь в молитвах и иметь непрестанно. А когда Павел говорит, которому служу Духом Моим в благовествовании Сына Его, этим он показывает нам вместе и благодать Божию, и свое смиренно мудрие. Благодать Божия в том, что Ему поручено такое дело, а свое смиренно мудрие в том, что Он приписывает все не своему прилежанию, но помощи Духа. Упоминание же о благовествовании указывает на один из видов служения. Ведь существует много различных способов служения вообще, а равно и служение Богу. Как при земных царях все подчинены одному государю, хотя они все одинаково служат, но служба одного состоит в начальстве над войском, другого в управлении городами, а иного в хранении денег в казне, так и в делах духовных. Один служит и работает Богу тем, что верует и хорошо устрояет свою жизнь. Другой тем, что принял на себя попечение о странниках. А иной тем, что взял на себя ходатайство за нуждающихся. Подобным образом и у самих апостолов Стефан и окружавшие его служили Богу предстательством завдовиц, а иные служили учением слова, каков был и Павел, служивший Богу в проповеди Евангелия. Таков был род его служения, и на это он был поставлен. Потому он не только призывает во свидетелей Бога, но и говорит о том, что ему было верено, показывая, что если бы он не получил столь великого уполномочия, то ложно не признавал бы во свидетелей доверившего. Вместе с тем Павел желает показать и то, что любовь к его кремлянам и попечение о них необходимы, чтобы не сказали «ты кто и откуда, и почему говоришь, что заботишься о таком обширном и царственнейшем городе». Апостолы доказывают, что для него эта забота необходима, потому что на него возложен такой род служения – проповедовать Евангелие. А тот, кому поручено такое дело, имеет необходимость всегда содержать в мыслях намеревающихся принять слово. Кроме того, словами «Духом моим» апостол указывает и на другое, именно на то, что служение его Богу гораздо выше еленского, языческого и иудейского. Служение еленское есть сложное и плотское, а иудейское, хотя истинное, но также плотское. Служение же церкви противоположно и несравненно выше иудейского, потому что наше служение Богу совершается не при посредстве овец, стельцов, дыма и курения, но через душу духовную, что именно и изобразил Христос, сказав «Бог есть Дух». И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. В благовествовании Сына Его, сказавший выше, что благовестие принадлежит Отцу, апостол приписывает Его здесь и Сыну, как безразлично говорится об Отце и Сыне. По блаженному евангельскому изречению апостол знал, что то, что свойственное Отцу, принадлежит Сыну, а свойственное Сыну принадлежит и Отцу. «Все Мое Твое и Твое Мое», говорит Христос. Девятый стих. «Свидетель мне Бог, которому служит Духа Моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас». Такова истинная любовь. И мне кажется, что апостол говорит все об одном. Хотя и употребляет здесь четыре выражения. Именно «воспоминает», «воспоминает непрестанно», «воспоминает в молитвах», «воспоминает в молитвах о важных делах». «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благо поспешила мне прийти к вам». Замечаешь ли ты, что апостол горит с сильным желанием увидеть римлян и не решается на это против воли Божией, но желание свое умеряет страхом Божиим. Он любил их и стремился к ним, но однако же, и в то время, когда любил, не захотел увидеться с ними против воли Божией. Такова истинная любовь, а не та, которая у нас, нарушающая и тот, и другой закон любви. Мы или никого не любим, или если любим, то против воли Божией, делая то и другое вопреки Божественному закону. «Тяжело слышать это, но еще тяжелее совершать». 499. «Когда же, спросишь, мы любим против воли Божией? Всякий раз, как не обращаем внимания на Христа, помимо, голодом, а детям, друзьям, родным даем воли, чем сколько им нужно. Но нужно ли продолжать слово? Каждый из нас, если испытает совесть свою, найдет, что это бывает у него во многих случаях. Не таков был блаженный Павел, который умел любить. И любить, как должно и как приличествовало. И который, превосходя всех в любви, не приступал ее границ. Итак, смотри, как обильно он был преисполнен тем и другим, и страхом Божьим, и любовью к кремлянам. Его сильная любовь выражалась в том, что он непрестанно молился. Молился даже и тогда, когда не получал просимого. А постоянное благочестие проявлялось в том, что он, имея любовь, не переставал быть покорным мановению Божьим. Никогда Павел трижды просил Господа, и не только не получил просимого, но и не получив, счел за великую милость, то, что не был услышан. Так он во всем взирал на Бога. Теперь же, хотя и получил просимое, но не в то время, когда просил, а после, и нисколько этим не огорчился. Говорю же я это для того, чтобы и нам не скорбеть, когда мы не бываем услышаны, или же бываем услышаны позже. Ведь мы не лучше Павла, который то и другое признает за милость. И совершенно справедливо. Однажды, отдав себя всеуправляющей руке, он подчинялся ей с такой покорностью, как глины горшечнику, и следовал туда, куда вел Бог. Апостол указывает, что он молился о том, чтобы увидеться с римлянами, упоминая далее и о причине своего желания. Что же это за причина? Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. Значит, он предпринимал путешествие не просто, не так, как многие ныне совершают путешествия, без цели и нужды. Но его побуждали дела необходимые и важные. Хотя он и не хочет сказать об этом ясно, а только намекает. Он не сказал, иду научить вас, наставить в вере, восполнить недостающее, но говорит, чтобы преподать нечто. Давая тем знать, что не свое им подает, а передает то, что сам получил. И при этом выражается опять смиренно. Некое, подав нечто малое, говорит он, и соразмерное с своими силами. В чем же состоит то малое, что он намерен передать теперь? Это есть, говорит апостол, нечто, служащее к утверждению вашему. Значит, от благодати зависит и то, чтобы стоять твердо, а не колебаться. А когда услышишь о благодати, не подумай, что будет отвергнута награда за произволение. Упоминая о благодати, апостол не труд выбора унижает, а отсекает печатливость, высокомерие. Итак, не ослабевай духом от того, что Павел назвал это дарованием благодати. Вследствие великой признательности к Богу, он обыкновенные добрые дела называл дарованием благодати, потому что и для них нужна была большая помощь свыше. Сказав же к утверждению вашему, он скрытным образом показал, что римляне нуждаются в большем исправлении. То, что он хотел сказать им, состоит в следующем. С давнего времени я желал и просил Бога увидеть вас не для чего-либо другого, но для того, чтобы укрепить вас, утвердить и прочно водрузить страхи Божьим, чтобы вы никогда не колебались. Но он не сказал именно так, потому что мог бы огорчить римлян, а на то же самое намекает в других словах и слегка выражает о словах к утверждению вашему. Затем, так как это было сказано очень сильно, то смотри, как апостол смягчает слова свои пояснением. Римляне могли сказать, так что же, неужели мы колеблемся, кружимся и имеем нужду в твоем слове, чтобы стать твердо? Апостол заранее устраняет это выражение, говоря так. То есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Он как бы говорит этим следующее. Не подозревайте, что я сказал это для вас обвинение. Не с таким намерением сказаны слова мои. А что же хотел я выразить? Вы, будучи окружены со всех сторон гонителями, потерпели много притеснений. Потому я пожелал увидеть вас, чтобы утешить, или лучше сказать, не только утешить вас, но и самому получить утешение. Заметь мудрость учителя. Он сказал к утвердению вашему. Но зная, что такое выражение для учеников тяжело и сильно, присовокупляет к утешению вашему. Но это опять тяжело. Хотя не столько, конечно, как первое. Однако же все еще тяжело. Потом он опять умеряет силу слов своих, всячески смягчая речь и делая ее приятную. Он не просто сказал утешиться, а вместе. Но и этим не удовольствовался, а употребляет другое и более приятное выражение, сказав верою общую, вашею и моею. Какое смиренно мудрее. Он ясно выразил, что сам имеет в них нужду, а не они только в нем. И учеников возвел на степень учителей, не пожелав оставить себе никакого преимущества, но показав полную с ними равночестность. В этом, говорит он, заключается общая наша польза. И я имею нужду в вашем утешении. И вы в моем. А как же это бывает? Общая верою вашей и моею. Как в том случае, если кто-нибудь соединяет много светильников, возжигает яркое пламя, так обыкновенно бывает и с верующими. Всякий раз, как мы разделены между собой, это когда, конечно, бываем слабее духом. А когда, увидев друг друга, взаимно себя поддерживаем, тогда получаем большое утешение. Не суди об этом по-настоящему времени, когда по благодати Божией в селе, и в городе, и в самой пустыне существует многочисленный сон мы верных, а всякое нечестие измяно. Но по мысли о том времени, когда было приятно и учителю увидеть учеников, и братьям встретиться с братьями, пришедшими из другого города. Чтобы сделать сказанное более ясным, приведу пример. Если бы как-нибудь случилось, чего-то не будет, что мы, будучи уведены в землю персов или скифов, или других варваров, были рассеяны в тамошних городах по двое и по трое, а потом вдруг увидели бы кого-нибудь прибывшего отсюда, то представь себе, какое великое утешение мы получили бы. Разве вы не видели, как заключенные в темницах, увидевшись с кем-нибудь из родственников, скакивают и прыгают от радости? И не дивись, если тогдашние времена сравню с пленом или темницей. Тогда христиане терпели гораздо больше бедствия. Рассеянные и гонимые они жили в голоде и среди войн, трепетали ежедневной смерти, не смели положиться на друзей, домашних, родных. В целом мире были как странниками, а лучше сказать больше, переносили трудности, чем живущие на чужой стороне. Поэтому-то он и говорит к утверждению вашему, чтобы утешиться общей верою. Но он говорит это не в том смысле, будто сам нуждался в их содействии. Нет. В чем мог нуждаться тот, кто был столпом церкви, крепче железа и камня, духовным адамантом, у которого было достаточно сил для проповеди в многочисленных городах? Но чтобы не выразиться резко и не причинить сильной укоризны, он и прибавил, что и сам имеет нужду в утешении римлян. Если же кто-нибудь скажет, что здесь видны утешение и радость апостола вследствие приращения в римлянных веры, и что в этом Павел имел нужду, тот не погрешит в таком изъяснении слов его. Итак, если ты, могли сказать апостолу, желаешь, молишься, надеешься насладиться утешением и преподать его, то что препятствует тебе прийти? Разрешая такое сомнение, Павел и присовокупляет. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, так и у прочих народов. Обрати внимание на степень арабского послушания, например, великой признательности. Апостол говорит только, что у него были препятствия, но как и именно, об этом не говорит. Ведь он не исследует повелений владыки, а только повинуется им, хотя другим, и естественно, было недоумевать. Почему Бог столь знаменитому и обширному городу, на который обращены были взоры целой вселенной, препятствовал так долго пользоваться столь великим, как Павел, учителем. Кто овладел главным городом, тот легко нападает и на подданных, а кто миновал столицу, покоряя сперва подданных, тот оставляет без внимания самое главное. Впрочем, апостол не рассуждает ни о чем подобном, а предается непостижимому промыслу, обнаруживая в этом благонавстроенность души своей и научая всех нас никогда не испытывать Бога о причинах дел. Хотя бы и казалось, что события смущают многих. Господину свойственно только повелевать, а рабам повиноваться. Поэтому Павел говорит, что у него были препятствия, но какие именно, не упоминает. «Я сам не знаю», — говорит он, «не спрашивай же и ты о намерении и воле Божией. Скажет ли создание, создавшему, для чего ты сделал меня таким? И скажи мне, для чего ты стараешься узнать? Разве ты не знаешь, что Бог о всем печется, что Он премудр и ничего не делает без цели и напрасно? Что Он любит тебя больше родителей и несравненно превосходит отца любовью и мать заботливостью? Итак, не спрашивай больше, не простирайся далее. И этого достаточно для твоего успокоения. Тем более, что положение римляны тогда было устроено премудрых. Если же ты не знаешь, каким именно образом, то не беспокойся. Ведь это наиболее свойственно вере, признавать разум промысла, не зная способов домостроительства Божия. 503. Итак, Павел достиг того, о чем заботился. Чего же именно? Он доказал, что не по нерадению о римлянах он не приходил к ним, но потому, что у него были препятствия, хотя он и сильно желал прийти. Отклонив же от себя нарекания в беспечности и убедив, что не менее их желал увидеть, он приводит и другие доказательства любви своей. При всех препятствиях, говорит он, я не переставал домогаться, и хотя при всех стремлениях постоянно встречал препятствия, я, однако же, никогда не оставлял своего намерения, а в то же время не протирился воле Божией и сохранял любовь. Тем, что был расположен прийти и не отказывался от своего намерения, апостол доказал усердие кремлянам, а тем, что был задержан и не протирился, он обнаружил всецелую любовь свою к Богу, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов, хотя выше апостол и сказал о причине своего желания и представил ее подобающим для себя образом, однако же и здесь причину эту приводит вновь, вполне устраняя подозрения римлян. Так как Рим был знаменитый город, единственный повсюду на суше и на море, то одно только желание обозреть его было для многих поводом к путешествию, чтобы и о Павле не подумали чего-либо подобного и не стали подозревать, будто он хочет побывать там единственно в намерении похвалиться своим общением с римлянами, он неоднократно и указывает причину своего желания, хотя выше сказал, я весьма желал видеть вас, чтобы подать вам некий духовный дар, здесь он говорит еще яснее, чтобы иметь некий плод и в вас. Властитель и апостол послал наравне с подвластными и несмотря на тысячи трофеев, на победы и знаменитость государственных сановников, поместил их наряду с варварами. И весьма справедливо. где благородство веры, там нет ни варвара, ни елена, ни чужеземца, ни гражданина, но все стоят на одной степени власти и чести. Здесь же и в этом скромность Павла. Он не сказал приду научить, наставить вере, но что, чтобы иметь некий плод и в вас, не просто плод, но некий, опять ограничивает все относящееся к себе, как и выше говорил, чтобы некое духовное дарование, потом апостол, как и прежде, ограничивает и их присовокупляя, как и в прочих народах. Ввиду того, что вы богатые и имеете у себя больше других, не подумайте, что в отношении остальных я показываю меньше старания. Ведь мы ищем не богатых, а верующих. Где ныне греческие мудрецы, которые, нося длинные бороды и закутавшись в плащи, были проникнуты чрезмерной гордостью? И Греция, и всю варварскую страну покорил Делатель Палаток, поставляемый среди языческих мудрецов в образец и превозносимый Платон три раза приходил в Сицилию своими пышными словами и блистательной славой, и не только не преодолел и одного тирана, но так несчастно окончил свое дело, что потерял даже и самую свободу. А этот Делатель Палаток обошел не одну Сицилию или Италию, а целую вселенную, и во время проповеди не оставлял ремесла, но и тогда сшивал кожу, управлял мастерскою. И это нисколько не соблазнило знаменитых ремлян, как и вполне естественно. Учители обыкновенно делают презренными не ремесла и занятия, но ложь и вымышленные учения, потому, конечно, их впоследствии осмеивали и афиняне, а Павла со вниманием слушали и варвары, и невежественные, и необразованные, ведь проповедь предлагается для всех вообще, она не знает ни различия в достоинстве, ни преимущества народа и ничего тому подобного. Она требует одной веры, а не рассудочных доказательств. Потому она особенно и достойна удивления, что не только полезно и спасительно, но и удобно, весьма легко и для всех доступно. В этом преимущественно и заключается действие промысла Божия, что Бог предлагает дары Свои всем безразличия, как Он распорядился солнцем, луной, сушью, морем и тому подобным, не уделив большей доли богатым и мудрым, а меньше бедным, но предстоит всем пользоваться в равной мере, так Он устроил и с проповедью, и даже гораздо в большей степени, насколько проповедь необходимее всего указанного выше. Потому и Павел неоднократно повторяет всем народам, потом апостол показывая римлянам, что он никакой милости им не делает, но исполняет повеление Господа и научая их воздать благодарение Богу всячески, говорит, я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам, он писал об этом в послании к Коринфянам, а говорит он это, приписывая все Богу, и так, что до меня, я готов благовествовать и вам находящимся в Риме. 504 О, благородная душа, принявши на себя дело, исполненное столь многих опасностей, морской путешествий, искушения, наветы, нападения, а намеревающемуся проповедовать в таком городе, где владычествовало нечестие, естественно было потерпеть буря искушений. Действительно, апостол и жизнь окончил в этом городе, где был обезглавлен тогдашним властителем. Павел, однако, ожидая перенести столь много бедствий, не сделался вследствие этого более нерешительным, но спешил, скорбел и был исполнен усердие, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудеи, потом и елену. Что ты говоришь, Павел? Тогда как надлежало бы сказать хвалюсь, величаюсь, превозношусь, ты не говоришь этого, но меньше-то меньше, именно что ты не стыдишься, как мы обыкновенно отзываемся о чем-нибудь не очень важном. Итак, что значит эти слова? Почему апостол так выражается, хотя благовествованием дорожил больше, чем небом? Так в послании галатам он говорит, я же не желаю хвалиться ничем, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Почему же здесь не говорит хвалюсь, но сказал не стыжусь. Римляне были слишком преданы мирским занятиям вследствие своего богатства, власти, побед и ради собственных царей, которых они считали равными богам. Даже так и называли их, и поэтому угождали им храмами, жертвенниками, и жертвами. Так как они были весьма надменны, а Павел должен был проповедовать Иисуса, называемого сыном плотника, воспитывшегося в Иудее, в доме незнатной женщины, не имевшего при себе оруженосцев, не окруженного богатством, но умершего вместе со злодеями, как преступника, и претерпевшего много и другого бесславного, то римлянам, которые еще не знали неизреченных и великих тайн, естественно было всего этого стыдите. Поэтому апостолы говорит, не стыжусь, научая их, пока не стыдите, так как знал, что как только они усовершенствуются в этом, скоро пойдут дальше и будут хвалиться. Потому и ты услышавший вопрос, поклоняешься ли ты распятым, не стыдись, не потупляй отчей, но хвались и величайся, и со смелым взором, с открытым челом подтверди свое исповедание. Если опять спросят, неужели ты поклоняешься распятому? Опять отвечает, да, и не прелюбодею, не это убийцы, не где-то убийцы, а таковы у язычников все боги, но крестом победившему демонов и уничтожившему тысячи их чародейств. Крест для нас есть дело неизреченного человеколюбия, символ великого попечения. Затем, так как они, языческие философы, будучи проникнуты внешней мудростью, сильно этим гордятся и хвалятся своим витийством, то я, говорит о себе Павел, навсегда отказываюсь от рассудочных доказательств, иду проповедовать крест и не сцежусь этого. Ибо сила Божия есть она во спасение. А так как эта сила Божия бывает и к наказанию, когда Бог наказал египтян, то сказал «Сие есть сила моя великая, и в погибель, как и сказано, бойся того, кто может и душа, и тело погубить в гиене». То апостол вслед световой говорит «Иду к вам, не с такой силой несу ни казни и мщения, но то, что служит ко спасению». Как же так? Разве Евангелие не возвещало и о наказании, о гиене, о тьме внешней, а о черве ядовитом? Ведь мы узнали об этом не из какого-либо другого источника, но из Евангелия. Каждый апостол говорит о нем сила Божия во спасение. Но выслушай и следующее «всякому верующему», во-первых, иудею, потом и Эллину, не просто всем, но принимающим. Хотя бы ты был Эллин и прошел всю порочность, хотя бы ты был скиф или варвар, даже настоящий зверь, хотя бы ты был исполнен всякого неразумия, обременен тяжестью бесчисленных грехов. Но одновременно с тем, как принял слово «крестное» и крестился, ты загладил все это. Почему же апостол говорит здесь «иудею» прежде и потом Еллину? Что означает это различие? Ведь он сам много раз говорил, что «необрезание» есть, что «нинеобрезание» как же теперь разделяясь, ставя «иудеи» выше Еллина? Что это значит? Конечно, не то, что первый больше получает благодати, потому только, что он первый, так как тот же самый дар дается иудею, и язычнику, но слово «прежде» употреблено только для обозначения порядка. Иудей не имеет преимущества получить оправдание в большей степени, а только удостоен получить его прежде. Так и просвещаемые, вы посвященные в таинство, знаете, о чем я говорю. Все приступают к окрещению, но не все в одно время, а один бывает первым, другой вторым. А, конечно, первый получает не больше второго, второй не больше следующего за ним, но всем подается одно и то же. Итак, словом «прежде» здесь выражается первенство в порядке речи, а никакое либо преимущество в благодати. Далее апостол, сказав по спасению, опять возвеличивает дар, показывая, что он не ограничивается настоящим, но простирается и в будущее. Это он выразил словами. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано «праведный верою жив будет». Итак, сделавшись праведным, будет жив не в настоящей только жизни, но и в будущей. Но не это только здесь подразумевает апостол, а и другое вместе с этим, именно блеск и славу таковой жизни праведника, так как возможно спастись и со стыдом для себя, как, например, спасаются многие из освобождаемых от наказания по царской милости. то, чтобы ты, услышав о спасении, не стал предполагать того же апостол и прибавил о правде и правде не твоей, но Божией, намекая при этом на ее обилие и доступность. Не трудами и потом ты заслуживаешь ее, а получаешь даром свыше, принося со своей стороны только одно — веру. Потом так оказалось невероятным учение о том, что прелюбодей, свастолюбец, гробокопатель и чародей вдруг не только освобождается от наказания, но становится праведным и оправдывается правдой свыше, то апостол подтверждает эту мысль Ветхим Заветом. И прежде всего в кратком изречении он открывает беспредельное море событий для способного обнять его взором. Сказавший от веры в веру, апостол обратил внимание слушателя на ветхозаветные домостроительства Божия, которое он с великой мудростью изображает в послании к евреям и показывает, что тогда таким же образом оправдывались и праведники и грешники, вследствие чего и упомянул как о Рааве, так и об Аврааме, а здесь только намекнув на то же самое, так как спешил перейти скорее к другому рассуждению, апостол опять подтверждает свою мысль пророками и выводит на середину Аввакума, который взывает и говорит, что желающему жить не иначе возможно быть живым, как через веру. Беседая о будущей жизни, он говорит, праведный верой жив будет, так как то, что дарует Бог, превосходит всякую мысль, то вера по справедливости для нас необходима. Призорливый же и обидливый муж и величавый скончается Аввакум 2.5. Пусть иеретики услышат этот духовный голос. Они должны понять, что природа рассудочных доводов подобна лабиринту и грифам, нигде не имеет никакого конца, не позволяет мысли утвердиться на основании и ведет начало откичливости. Ведь те, которые стыдятся запустить веру и показать, что они не знают небесного, ввергают себя в прах бесчисленных помыслов. Но жалкий и бедный человек достойный непрестанных слез. Ведь если кто-нибудь спросит тебя, как произошло небо или земля, даже что уже и говорить о небе и земле, если спросят только тебя, как ты сам родился, как воспитан и вырос, ты, конечно, не стыдишься своего незнания, а когда бывает речь о единородном, то ты, считая недостойным себя не знать всего, неужели вследствие стыда ввергнешь себя в бездну погибели. Но ведь любовь к спору и безвременное любопытство есть дело недостойное. И зачем мне говорить о догматах от самой поврежденности настоящей жизни мы освободились не иначе, как через веру. Верою просияли все, доселе жившие Авраам, Исаак, Иаков. Верою спаслась блудница, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Ведь сказано верою Раав, блудница, не погибла с сопротивлявшимися, принявшей соглядатаев. Она не стала рассуждать, как эти пленники, беглецы, изгнанники, ведущие кочевую жизнь, могут овладеть нашим городом, который защищен стенами и богинями. Если бы она стала так размышлять, то погубила бы и себя, и их, как действительно и погибли предшественники спасенных Раавой. Те, увидев людей великорослых и сильных, стали разыскивать средства, как победить их, и все погибли без войны и сражения. Видишь, какова бездна неверия и какова стена веры. Неверие довело до погибели бесчисленное множество людей, а вера не только спасла жену блудницу, но и сделала ее покровительницей столь великого народа. Итак, зная это и другое большее, никогда не будем испытывать Бога относительно причины событий, но без исследований и излишней пытливости станем принимать все, что бы он не повелел, хотя бы его повеление казалось несообразным с точки зрения человеческих размышлений. Скажи мне, в самом деле, что может представляться более несообразным, как то, чтобы сам отец умертвил единственного и возлюбленного своего сына? однако праведник, получив такое приказание, не стал рассуждать об этом, а принял повеление только по достоинству приказавшего и повиновался, но другой, получив от Бога повеление бить пророка и считая его несообразным, задумался над этим делом, а не просто послушался, и за это был наказан смертью, а бивший угодил Богу 3-я царь 20-35 и Саул против воли Божией спасший жизнь людям был низложен с престола и подвергся жестокому наказанию, можно найти и многие другие примеры, которые все научают нас никогда не изведать причины повелений Божьих, а только не противиться и повиноваться им, если опасно любопытствовать относительно того, что Бог повелел, если испытающих ожидает крайнее наказание, то какое оправдание некогда будут иметь те, которые судят о предметах более непостижимых и страшных, например, каким образом отец родил сына, какова его сущность, и так зная это, со всем благоволением примем Матерь всех благ, веру, чтобы нам, как плывущим в спокойной гавани, соблюсти правильное учение и направляя жизнь свою со всей безопасностью, достигнуть и благ вечных, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.